Эти добрые люди Здравствуйте! В эфире программа «Час истины» и я, ее ведущий, Дмитрий Захаров. Они приучили Египет к единобожию, они освободили страну от своих злейших врагов гикосов, они покорили ливийцев, сирийцев, вавилонян, жителей Осирии и далекой страны Пунт. Они овладели золотом убийцев и построили колоссальные храмы в Луксоре и долине царей. Они возвели в почет профессию воина-завоевателя и отказались от строительства пирамид себе любимым. У меня сегодня в гостях историк Ольга Томашевич и писатель Александр Цыганов. Здравствуйте! Ольга Томашевич – доцент кафедры истории древнего мира МГУ, археолог, кандидат исторических наук. Проходила стажировку в ведущих египтологических научных центрах Европы. Автор более 40 научных работ по истории Египта. Переводчик с древнеегипетского языка. Александр Цыганов. Родился в 1958 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова и факультет политологии Минского университета. Работал в ТАСС, литературной газете, московских новостях, журналах «Огонек» и «Аргументы и факты». Автор многочисленных публикаций на исторические темы. Руководитель и главный редактор издательского дома Александр Пересвет. Итак, 18-я династия. Насколько справедливо все то, что было сказано в преамбуле к нашей сегодняшней программе относительно строительства пирамид, завоеваний и всего прочего, что было сделано у 18-й династии? Как вы считаете? Ну, если о пирамидах, их действительно перестали строить. Последняя была уже не для погребения царя, построена все-таки первым царем 18-й династии, действительно изгнавшим гексосов. Но это был уже символ, не гробница. И фараоны теперь избрали долину царей, такое ущелье замечательное, скальное, где стали себе обустраивать скальные гробницы, огромные. Почему не стали больше хранить в пирамидах? Экономически нецелесообразно или какие-то другие причины? Скорее всего, нет. Здесь, конечно, безусловно, очень глубокая религиозная подоплека. Чтобы объяснить ее, я боюсь, надо слишком много времени. Но мы вообще слишком часто Египет представляем спрессованным. А ведь это 3000 лет истории, понимаете? И, в общем, все должно меняться. Поэтому это было естественно. Мода новая пошла. И мода новая пошла. Но и потом в Фиванской области, а там была главная столица, там таких замечательных нет пространств для постройки пирамид. Хотя любопытно, что долину-то они выбрали. Когда я первый раз там оказалась, то сразу стало понятно, почему они именно эту долину выбрали. Почему? Над ней естественная вершина вроде пирамиды Эль-Курна. Так что, видимо, они увидели это, свое, и выбрали это ущелье. Решили сэкономить. Ну, значит, сэкономить сложно сказать, потому что эти скальные коридоры, уходящие, вот, переходящие в залы с колоннами и так далее, они в глубину уходят где-то на 100 и более метров. И, как показала вот недавняя находка гробницы для сыновей Рамсеса II, там очень многокомнатное помещение. Выдолбить это, я думаю, время и деньги тоже. Вот. Но, наверное, пирамиды все-таки покруче. Мне здесь хотелось бы сразу вспомнить, что в начале своего правления XVIII династия решала довольно сложную задачу. Дело все в том, что надо было не только прогнать чужеземцев, надо было покорить собственную знать. И цари начала династии столкнулись с тем, это еще было вот в эпоху освобождения от гексосов, цари столкнулись с тем, что многие знатные вельможи вовсе не хотели подчиняться царю. Они уже приспособились к гексосам и так вот себе коллаборационистами заделались. И им было выгоднее, видимо, с гексосами сотрудничать, чем подчиняться более, наверное, жесткому новому владыке. Они так... об этом буквально источники так и говорят, что царю было сказано... А в чем вообще проблема? Гексосы правят Азией, мы здесь, все хорошо. Вот. Нубийцы в Нубии, все хорошо. То есть коррупция, политическое разложение. Я думаю, что просто они за вот эти 150 лет, что гексосы были в Египте, они нашли какой-то компромисс, да, и прекрасно все устроились. Но фиванских князей этот компромисс не устраивал. Им хотелось прежнего величия Египта и своего собственного, конечно, прежде всего. И вот очень любопытно, что в этой тяжелой ситуации огромную роль сыграли женщины начала XVIII династии и еще конца XVII, которая начала вот это освобождение. То есть именно женщины провели здесь какую-то удивительную дипломатическую работу, которая отразилась в памятниках, о которых мы говорили. Да, потому что, конечно, это были не военные успехи, а это были какие-то вот такие серьезные переговоры, которые, видимо, дали результат. В этом контексте Нефертити играла какую-то роль? Еще нет. Это намного позже. Да, она была попозже. И вообще, мне кажется, про Нефертити я бы согласилась с нашим ведущим в этой области историком, Юрий Яковлевич Перепелкин, который был не только нашим, а, я бы сказала, в этой области он мировая величина. Он больше всего изучал омаровскую эпоху и достиг выдающихся результатов. И я бы согласилась с ним. Он написал, что если бы Нефертити несла на своих плечах всю ту политическую власть, которую ей приписывают, вряд ли она была бы такой красавицей. Вот здесь, мне кажется, это действительно так. Я бы тут мог добавить только такую картинку, что ли, более похожую на то, что знакомо нам. Это правление гиксусов легко достаточно сравнить, может быть, с монгольским игом на Руси. То есть, настолько серьезно все было? Ну, в общем, особых-то подробностей мы, конечно, не знаем. Но все-таки 150 лет, если какая-то часть общества на протяжении 150 лет хранит мечту об освобождении, значит, она все-таки была недовольна вот этим чужеземным правлением. Отсюда, вот для меня, очень интересно 18-го династии тем, что она нам дает первый пример национализма. При том, что, конечно, историк со мной не согласится и считается, что тогда его не было еще. Национализм или национально-освободительные борьбы угнетенных египтян против гиксусов? Ну, как они были угнетены? Опять же, с точки зрения нормальной, ну, что ли, государственной логики, 150 лет тотального угнетения не может быть. Да, скажем, Гитлер зря рассчитывал на тысячелетний рейх. При его методах угнетения он, кстати, не продержался дольше 15 лет, как, собственно, оно и случилось. 150 лет – это, значит, определенный модус вивенди выработан. И правильно говорит Ольга, что кто-то с этим согласился и кто-то стал жить нормально. Точно так же, как, скажем, русские князья под татарами. Ну, да. Ярлык на княжение и так далее. Ну, да, все зря, ва-ссау. Налоги. А кто-то в это время сидит и копит злобу. Филанские князья. Да, и хочет погнать чужеземцев. Для чего? А вот здесь вот интересно под ними, за ними, вернее, какой идеологически стоит механизм. А он, то есть, достаточно несложный нам представимый, хочется править страной. У нас есть силы, у нас есть возможность, у нас есть ум, мозг. Нам только нужно взять власть над этой страной. С помощью чего? С помощью некого националистического знамени. И что было знаменем националистическим в начале 18-й династии? Объединение Египта. Вот эти вот процессы угнетения, даже если они не очень явные, даже если они веротерпимые, как, например, это было с татарами, все равно вызывают некие подспудные настроения, и это дело прогнать. И обязательно находится кто-то, как московские князья, кто вот поднимает это знамя национального освобождения. Ну, тут фиванские князья. Кто был первый фиванский царь? Тут был замечательный, конечно, Секнанрата, вот один из последних фиванских князей, потому что даже ведь его мумия сохранилась, и на этой мумии следы именно Гексосского оружия. Вот это очень любопытно, потому что египтяне очень... В чем специфика Гексосского оружия? По характеру ранений доказано, что это именно Гексосское оружие, потому что мы можем и всякое предполагать. Здесь с Гексосами надо сразу уточнить одну вещь такую. Очень любопытно, что 15-16 Гексосские династии вошли в официальный царский список, то есть без пометки супостатки. Да, чужие займут. Понимаете? Вот, например, при 19-й династии в конце там будет такой грустный случай, когда тоже была такая смутная эпоха. Гексосы тоже ведь в смутную эпоху в Египет вошли, что им было сильно на руку. Почему им и удалось? Но удалось им в основном Нижний Египет покорить, а вот Верхний все-таки как-то оставался относительно неподвластным им. Вот. И вот как раз при 19-й династии там был в конце позорный случай, когда в сумятице на престол сел сириец. И нам известно, это было очень кратко, но известно, что после него престол надо было очищать. То есть вот это уже было действительно такое осквернение. А с гексосами об этом не говорится. Да, тексты говорят о том, что они там храмы... Порчили. ...как-то вот недостаточно почтительно. Потом очень интересно еще то, что плохую репутацию получил бог Сетх, вполне египетский и так далее. Ну, немножко, конечно, характер у него был гнусный. Он был бог бури, всяческого беспорядка. Кстати, увы, но у него поэтому была очень сложная личная жизнь в силу вот его особенностей таких. А как он выглядел? Выглядел он примечательно весьма. Но, как известные египетские боги, могут помимо антропоморфного нормального образа иметь и другие. Животные. Причем здесь мне что хотелось бы подчеркнуть. Мы очень часто пытаемся представить себе египетскую религию, что вот сначала это почитание животных, потом они по мере развития становятся антропоморфными. Не получается так. У нас есть изображение антропоморфных богов от самого начала древнеегипетской истории. То есть вот здесь вот эти вот простые игры во всякие тотемы и прочее, они не проходят. Я только перебью, чтобы пояснить. Ведь еще и не было какого-то единого пантеона, как, скажем, у древних римлян. Да, и грехов все-таки практически в каждом городе был какой-то свой сон. Но, тем не менее, были боги, которые признавались везде. Да, да. Но вот опять я подчеркиваю, что это было развитие все-таки, а не три тысячи лет такого глобального застоя. Это было развитие. А вот Сетх очень любопытен, потому что он иногда имеет голову довольно загадочного животного, которое связывают с пустыней. И раньше все время говорилось о том, что все-таки это фантастический зверь. Такого нет. Потому что голова его, похоже, это нечто среднее между собакой или муравьедом. И очень интересно, как купированные уши. Они так, как будто действительно вот обрезаны. Довольно большие. Причем это животное пустынное, редкое, очень агрессивное. И вот была информация, что несколько лет назад в пустыне действительно найдено было... Поймали Сетха. Да, 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 да. Но, к сожалению, вот ни в виде мумии, ни в виде живого я не видела сама. Хотя, как показывает, вот, например, хорошо помнен, у меня огромное впечатление произвели животные в немецком одном зоопарке в Франкфурте на Майне. Действительно, есть животные, про которых можно подумать, что это что-то фантастическое. Они настолько редкие, настолько удивительные, как скомпонованные из разных частей. Так что в этом смысле Сетх вполне имеет право быть таким, каким он представляется. Но вот он был скомпрометирован сотрудничеством с гексосами, потому что он очень быстро, они, гексосы, заметили, что он очень близок к их Ваалу-Баалу. И всячески поклонялись, вероятно, Ваалу, но в виде Сетха, потому что всегда образы египетских богов очень привлекательны. И любопытно, что уже там через 500 лет Сетх будет предаваться проклятиям не как убийца Осириса. Он всегда был его убийцей. Ну, надо было, роль такая у него, понимаете. Поработать, раз в год. Да, все понимали. А именно вот это сотрудничество с чужеземцами сыграло дурную роль, и появляются тексты проклятия Сетху. Потому что, когда кончилось новое царство, то Египет попадает, увы, в зависимости от других уже. Происходит нубийское, потом ужасное для египтяна сирийское нашествие. И вот Сетх тогда получил по полной, именно как бог, который связан с чужеземцами. Ну, тут немножко иллюстрация к тому, что я сказал, потому что все-таки до гексосов Египет представил собой некий конгломерат. Конечно, это два царства, это все нормально, но в целом это, в общем, не очень связанная такая достаточно, что ли, национально-аморфная структура. Шел второй переходный период, когда Египет действительно был ослаблен, и именно это сделало возможным завоевание его гексосами. А вот после него уже, то есть после освобождения от гексосов, именно появилась национальная идея, когда они, грубо говоря, сказали, мы все египтяне. И вот теперь мы пойдем всем, всех ломить. И куда они пошли в результате. Вот они избавились от гексосов, прогнали их далеко за сена и куда подальше, и что стали делать? И там их держать. Нет, ну это понятно. И наведываться, навещать, как только у соседей созревал урожай, тут мы с третий сразу шел на помощь со своими войсками. Плюс немножечко с помощью своего военного давления поджаривать им пятки, так, чтобы они нападали на других, на междуречия. И поэтому, ну вот мы знаем, что очень много подарков, серебра, того же золота дарили, так сказать, не в даримых, в промышленных количествах дарили. Вот эти вот правители междуречия, это все-таки попытка их выйти напрямую на контроль за кедровыми лесами Ливана, потому что это был основной их, так сказать, строительный материал для священных нужд. Да, сейчас даже подумать невозможно, что когда-то у Ливани было столько кедра, что из него можно что-то строить. Учитывая, во что все превратилось, казалось бы. Но здесь даже, насколько я понимаю, здесь какую-то страшную роль козы сыграли, судя по всему, потому что они отличаются не только тем, что молодые деревца могут сильно пожевать, но они даже выкапывают только пробивающиеся. Я слышала такую версию, что по ливанским кедрам самый страшный удар нанесли козы. Как рассказывали корреспонденты, которые, Гистот Ливан, самый страшный удар по кедрам по сей день наносят ремесленники, которые все, что можно срубить, рубят и делают из этого сувенира. Ну, а до этого, видимо, и до кост находились охочие до дерева. Тем более, что дерево на Ближнем Востоке, в общем, материал исключительно ценный и дефицитный. Тем более, такая древесина великолепная в корабельном деле, ведь она очень большое имела применение не только для священных нужд. А вот интересно, если вот эти деятели из Междуречья рвались к ливанским кедрам, почему египтяне не пытались? Ведь, казалось бы, ну, еще подвинь немножко гиксусов, и вот, как бы, и Ливан тут под рукой. Ну, так они и так и делали. Ну, они, в общем, пытались, но я думаю, что они тоже немножко соображали. Пытались или делали? Нет, ну, война-то на пограничье шла постоянно. И все-таки они до верховья Ефрата, то есть до территории фактически... До неправильно текущей реки. Да, до нынешней Турции доходили. Да, но я думаю, они быстро убедились, что все-таки к тому времени уже тоже можно говорить о еще одной вспышке национализма, которая создала финикийскую нацию. Все-таки там уже тоже люди стали осознавать. Там ведь тоже рельеф, он разделял очень сильно людей, да, скажем. Каждый городок, он в какой-то отдельной бухточке от другого города. Ну, тут зрителям надо пояснить, что такое финикийская нация и где это находилось. Финикийская нация, это, да, это нынешние Ливаны и Сирийское побережье. Это те самые люди, которые впоследствии создали Карфаген, которые дошли до Геркулесовых столбов, выплыли в Атлантический океан, добрались до Англии, оловянных остров, добрались до Камеруна, где забавный там такой есть отчет, что они увидели каких-то больших волосатых женщин, с которыми никак не удавалось договориться, но они их на всякий случай взяли себе на корабль, но те как-то не выжили. То есть, видимо, речь идет о каких-то гориллах. Вот, то есть, это по-своему, это морская нация. Для ее рождения, что ли, ее вот именно зарождение как нации нам сейчас достаточно тяжело представить, потому что, действительно, какие-то поселения, какая-то небольшая торговля, и потом вдруг вот этот вот взрыв, взрыв, после чего финикийцы вдруг взяли и начали контролировать практически все Средиземноморье. Второй половине второго тысячелетия до нашей эры этот регион становится ареной борьбы сверхдержав того времени Египта, хетты из Малой Азии, ну и, конечно, что могли из месопотания. Но, что характерно, никому из них всерьез не удавалось все-таки держать. Нет, почему? Вполне удавалось. По мирному договору Рамсеса II с Хатусиле они поделили это дело примерно пополам. Да, но никто из них не поставил свою администрацию. Это в каком году? Нет, была, а как же, и египетская была. Это XIII век. И египетская, там были постоянные, так сказать, начальники гарнизонов и прочее. Ну, понятно, хорошо, спорим. Да, вот они примерно пополам поделили. Север отошел к хеттам, а египтяне взяли, естественно, южные части. Причем самое интересное, что местная публика предпочитала власть, как это ни странно, хеттов. Хотя это странно, почему? Потому что хеты ведь довольно кровожадно выглядят в памятниках. И вот, например, пленников ослепили и все такое прочее. Причем, что любопытно, именно в хеттских источниках впервые начинаются вот такие страшные описания зачистки территории совсем. А потом ассирийцы это продолжают. Но вот ассирийцы у всех на устах, а вообще-то начали индоевропейцы хетты. Это милое дело. Но предпочитали хеттскую власть, потому что хетты были более молодое государство. Они еще не очень знали, что можно вообще хотеть в этой жизни, в то время как египтяне уже хорошо погрязли в роскоши. И вот предпочитали хеттскую власть местную. То есть у них запросы меньше были? Да, да. Просто потому что это было такое гораздо более архаичное царство. Египтяне начали с начала третьего тысячелетия, а хеты только со второго. Вот поэтому им, конечно, еще было расти и расти. Опять же бюрократия еще была, не сформировавшаяся чиновничество. Ну, конечно. И по памятникам видно сразу, что это еще очень-очень такой... Новодельный режим. Адхаизм вот этот такой. Он очевиден, конечно. Очевиден. Ну, возвращаясь к 18-й династии и к самым ее известным персонажам, естественно, Нефертити, мужу ее, созданию монотеистической религии. И вот что есть Нефертити? Ведь не единственная царица из 18-й династии, далеко не первая. Видимо, прославилась благодаря тому, что нашли вот это ее изображение. В общем, милая женщина. А что еще? Я бы начала сначала с ее свекрови. Давайте начнем со свекрови. Потому что это была, судя по всему, совсем другая женщина. Речь идет о царице Тея или Тие. И она была дочь не особенно чиновных родителей, более чем скромного происхождения. Но именно ее выбрал, вот очень жаль, мы не знаем, как эта встреча произошла. А здесь, увы, ничего. Именно ее выбрал своей главной женой Аминхотеп Третий. И от этого брака и родился Аминхотеп Четвертый, который потом прославился уже как Ахнатон. И о красоте Тии и Теи ученые спорят. Хотя памятники, мне кажется, здесь достаточно однозначны. Безусловно, дама очень красивая. Но есть ее портреты уже, видимо, довольно-таки пожилой. Скорее всего, уже после смерти мужа. И это лицо довольно трагическое. И там действительно как-то уже красота не столь очевидна. Потому что эта красота была задавлена. Она, видимо, была довольно властной, серьезной дамой, судя по всему. По крайней мере, по переписке дипломатической, Талямарнской, так называемой, она выглядит именно фигурой на политической арене. После смерти царя, молодому наследнику, Амихотепу Четвертому, советуют в трудных случаях обращаться к матери и слушать, что она скажет. Ну, а к кому он еще обратиться мог? Знаете, вообще, этот парень был такой самовластный, что тоже, может быть, кстати, мамино влияние. Очень может быть. Но, наверное, царю-то прочили какую-то совсем другую. Потому что дама эта при дворе была нелюбима. Возможно, нет, вот Тия Тей, возможно, из-за ее характера, вот за этой властности, может быть. И отчасти поэтому не очень любим был и сын. То есть здесь вот такие личные совершенно причины могли сыграть очень большую роль и в реформе, и в радикальности этих реформ. Так что это очень любопытная фигура. Аминхотеп Четвертый все-таки на Нефертисе-то женился. Да. И стал Эхнатоном попутно. Да. Или Эхнатоном он стал уже много после женитьбы. Да, да. Он был женат на ней еще, будучи, ну, мы бы сказали, наследником престола. Да. Вот. Причем она была главной его супругой и очень любит... А сколько у него всего их было? Штук. Она, главное, была единственная. Единственная. Которая нам известна, она единственная. А так, говорим, мы там и до двух тысяч доходили. Это большой-большой вопрос, потому что вот что касается Эхнатона, она единственная великая супруга царева. И здесь была под конец царствования другая, вот эта знаменитая Кия или Кея, и дочь была от этой Кея, от Нефертити было шесть дочерей. Но очень любопытно то, что вот эта вторая не получила титула главной супруги царя. И вообще ее титулатура в высшей степени странно выглядит. Потому что она буквально названа великий царев Любимец. Хотя она, несомненно, женщина, судя по изображениям. Вот, да, я думаю, это решающий аргумент. Но и одежда ее тоже немножко какая-то неоднозначная. То ли потому, что Эхнатон не хотел ей предоставить такого же места. Здесь тоже есть разногласия, что было с Нефертити, она просто умерла и поэтому появилась. Или она впала в какую-то немилость и тихо там жила и так далее. То есть истинных причин ухода Нефертити, жизни... Мы просто не знаем этого. Про нее очень любят говорить, что она вообще была не египтянка, метонийка или еще что-нибудь такое. Метонийка, это по нынешним понятиям кто? Вот откуда-то с территории вот этого... Иран-Ирак? Месопотамской, так сказать. Или Ирак. Ирак, Ирак. Да, Ирак. Но известно ее происхождение. Она знатная египтянка. Здесь все, так сказать, здесь все чисто в этом смысле. Все ходы записаны. Да, да, да. Но вот как раз с этим пытаются связать и религиозную реформу, что она принесла с собой вот этот новый культ откуда-то и так далее, и так далее. Но на самом деле она его не приносила. Это тоже не получается, потому что... Она могла и принести, но не то влияние все-таки у жены царя, чтобы... Ведь тут надо помнить, насколько... Вот про это мы не знаем. Да, да. Но все-таки... Какое влияние. Все-таки. Тут надо понять, какую революцию на самом деле человек совершил. В Египте всегда был главный бог солнца. Ну, это он и везде всегда был. Там хор, ра и так далее. Нет, ну почему? Мог быть бог бури главным. Тут уже кому как повезло по жизни. Нет, ну если взять тех же греков Гелос, естественно, туда-сюда катаются. Ну да, но не главный все-таки. Главный Зевс все равно, понимаете? Главный это главный, но не единственный. Тем не менее, тем не менее, если смотреть на памятники, в Египте мощнейшая монотеистическая тенденция прослеживается с самых древних времен. У них все равно сводится все к некому великому богу, вот, как его не называют. То есть вот сама тенденция эта, она была всегда и очень сильная. Мы опять должны иметь в виду... Ольга, ну, наверное, это же, опять же, во всех языческих религиях. И у тех же греков, опять же, вернемся, Зевс или Юпитер, у римлян. Все равно есть главный бог, главный им цирь, который отвечает, координирует, регулирует, ведет за собой направляющую, вдохновляющую силу небес. Ну а теперь представим, что вдруг взял, пришел какой-нибудь тиран, ну, возьмем того же нашего, скажем, да кто угодно. Ну, ладно, тот же, я не знаю, Филипп Македонский, да? Александр Македонский. Ну, Филипп Первый Грецию захватил. Да, он пришел и... Его легче обозвать тираном. Да. Пришел и сказал, вот, ребята, Зевс теперь существует, а остальных нет. Да, вот аналогия, мне кажется, такая достаточно справедливая. Я повторюсь, что все-таки очень много пришлось на этом деле, очень многих пришлось поломать через колено. Ну, это понятно. Большие жреческие когорты были, это же масса людей, которым стало пусто. Ну да, копеечку сиротскую, горбушку последнюю потеряли. Это понятно. Это да. Да, тут очень любопытно то, что в этой реформе можно легко видеть политический подтекст, потому что действительно похоже, что Эхнатон не был таким вот теологом, мечтателем, гениальным, как он может выглядеть по его гимну, его богу. Гимн замечательный, очень красивый. Вот, потому что он действительно, наверное, правильно почувствовал опасность большого усиления жречества Омона. Потому что если мы заглянем в конец нового царства, чем оно кончается? Оно кончается тем, что в этих самых фивах создается теократическое государство, где жрецы правят от имени Омона. И противостоят власти царей, которым приходится теперь в дельте, ограничиться дельтой. То есть, в принципе, произошло то, против чего, возможно, первым выступил Эхнатон. Но может быть... Ольга, ну а насколько он успешно выступил? Вот он провозгласил один бог, одна вера. И что после этого происходило? Я так полагаю, жрецы были сильно недовольны. Начали устраивать против него всякие диверсии, безобразия. А далее? А далее он поступил, как все серьезные реформаторы. Начал он, так сказать... Рубить голову и на колу. Несколько раз послушав... Вернее, я не думаю, что ему это впрямую говорили, но до него доносилось о чем-то, о каких-то плохих разговорах. И на шестом году правления он оставил ненавистные фивы. Лично, и, надо сказать, очень удачно выбрал место для новой столицы. Причем на пограничных стеллах сказано, что это место не принадлежало ни богу, ни богине. То есть, вот чистое место для новой столицы. Очень хорошо выбрал, ничего не могу сказать. И построил город Ахет-Атон, горизонт Атона для своего бога. Причем это единственный город в Египте, который был спланирован сразу очень богато. То есть, там были каменные дворцы несколько царских, там были проспекты, там были очень эффектные административные здания и так далее, и так далее. Цветники. То есть, вот, ах, какой город. А где он по нынешним меркам находился? Он к югу, недалеко к югу от Фив, но, действительно, там очень удачно как раз ущелье как бы вот отошли, и большая-большая площадь около воды, около Нила, потому что Верхний Египет очень узкий, там буквально километр может быть, а здесь получается такая долина пошире, и действительно очень красиво. А что там сейчас? А сейчас там вот как раз вот эта деревушка Элямарна, и раскопки там ведутся с конца XIX века. Самый знаменитый немец Людвиг Борхарт, когда был найден бюст Нефертити в XII году, аккурат перед войной, и другие, там много было найдено портретов царской семьи, ну, самый знаменитый вот этот, конечно, в синем венце, который был просто такой скульптурной моделью, поэтому у нее один глаз, вот что, конечно, так несколько удивляет тех, кто видит этот памятник впервые. Но именно поэтому всегда в профиле он показан, потому что там один глаз. Когда Эхнатон умирает, он был довольно болезненным человеком, судя по всему, и когда он умер, скорее всего, естественным образом, то вот его преемники начинают постепенный отход, и примечательно, что они не возвращаются в Фивы, что было бы полным откатом от реформы, а возвращаются в Мемфис, в первую столицу древнюю, то есть как бы возвращение к корням и некий компромисс, потому что те сторонники Эхнатона, которыми он обзавелся за эти годы, видимо, являлись собой некую силу, и вот такое компромиссное решение, что вот известный тотанхамон в Мемфис и завершающий династию Харимхеп, он тоже коронуется в Мемфисе, то есть вот так это дело кончается. Там не было вот такого вот мощного отката назад, хотя Эхнатон, конечно, исчезает. Культ этот уже никак не приветствуется. Похоже, что он очень как раз, не то что на подготовленную почву, но на очень воспрошенную, что ли, почву лег со своей реформой. Я вот здесь вспоминаю просто вот эту бесподобную культурную революцию, которая одновременно произошла. То есть, в общем-то, этого не может быть, если пришел какой-нибудь просто спридерю некий тиран, взял и переключил, да, вот то, что мы говорили. Нет, общество каким-то образом откликнулось, оно потянулось вот туда вверх, там же начинается очень гуманистическое искусство. Оно буквально, можно сказать, первое в истории гуманистическое искусство мы видим. А в чем это отразилось? Ну, во-первых, это семейные портреты, достаточно, как бы, такие, знаете, как семейные фотографии, что ли, очень милые, очень хорошие. Это изображения людей, которые, ну, грубо говоря, не только дерутся друг с другом. Ну, и до этого были такие. Такие были, но, пожалуй, конечно, для этого времени больше живость. Скорее, это были отчеты письменные. Это не искусство еще было. Мы его сейчас признаем искусством, да? А это, в принципе, вот отчет. Жил такой-то, да? Вот он стольких-то покорил. Убитый показывается. Здесь можно, как сказать, царские памятники до Эхнатона, они действительно все подчинялись строгому канону. В определенном смысле Эхнатон следовал за отцом, потому что вот отец его, Менхотеп III, очень любил себя изображать со своей вот этой ти-и-теей. Вот это да. Жаль, только у нас нет этого парного изображения. Я имею в виду, что у нас набережную Невы украшают вот эти египетские сфинксы. Это как раз отец Эхнатона, это Менхотеп III. Можете полюбоваться на отца очень простым образом. Сводство портретное? Да, обязательно. Обязательно? Обязательно, потому что на этом связаны верования и так далее. Он может быть несколько идеализирован, естественно, но в очень разумных пределах обязательно портретное сходство. То есть, как Павел I, свое лицо перевирать не позволял. Нельзя. Нет, 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 нет. Ни в коем случае. Если придерживаться египетских верований, то определенная душа вокруг них еще прыгает в пламот. Ну да. На определенной части, скажем так. Возможно, потому что, по крайней мере, мне говорили у сфинксов, там представители рыбнадзора или чего-то, что вот на этом месте больше всего народа падает в него. Так что, может быть, может быть. Эхнатон тоже очень часто изображается с супругой, чаще, чем это принято. Но в чем вы действительно правы, безусловно, появляются изображения царской семьи, не канонические. И действительно, там есть, например, рельеф, где изображена смерть одной из дочерей. Он очень... Там, знаете, там даже, например, такая деталь, как кто-то в ужасе выскакивает из этого помещения, опрокидывая букет с цветами. Вот какие-то такие даже вот. А Эхнатон стоит и держит Нефертити за руку, вот всячески ее, так сказать, поддерживая в этот ужасный, да, тяжелый миг. И очень много таких вот милых картинок, где царь представлен с одной из дочерей, там, на коленях, и девочка касается, там, подбородка и так далее, и так далее. Вот этого не было ни до, ни после. Правда, здесь и другая сторона есть медали, хотя эти вещи немножко можно, наверное, но это трудно всегда доказать. Но, по крайней мере, вот в Амарне были найдены такие вот фигурки, павианы, едут в колеснице. И считается, что это злая сатира на царскую семью. Очень может быть, очень может быть. А цензура? Не в состоянии были так. Не всегда можно следить. И здесь еще есть одна интересная вещь. Эхнатон, он же официально назывался «Живущей правдой». Ну, кстати, с правдой носились все египетские цари. Это входило в обязанности царя поднимать правду до вершин, заставлять ее обходить всю землю и так далее. Это древний восточный тиран отчаянно борется за справедливость. Всегда. На которой покоится мир. Причем, я думаю, они в это искренне верили. Ну да. Это как Василий Шукшин писал. Как все тираны, Змей Горыныч был очень сентиментальным. Вот про сентиментальность не знаю, но Эхнатон, не будучи сколько-нибудь атлетически сложен, требовал правды жизни, чтобы его изображали так, как. Более того, он требовал больше и больше правды. Изображения в результате получились очень тоскливые, потому что у него узкие плечи, у него, пардон, живот. Да, 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 да. И, в общем, выглядит это очень тоскливо. На эту тему, конечно, стали рассуждать, что это некая андрогинность царя. И она, и он одновременно и так далее. Нет, скорее всего, это были просто вот его человеческие особенности. Но они даже были слишком... Не гипертрофированы. Да, 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 уровни. Особенно вот его там подбородок есть, некоторые изображения. И вот Нефертити с Эхнатоном. Побыл монотеистический период. Что начало происходить после этого? Восемнадцатой династии стала двигаться к упадку, или еще дела шли более или менее ничего, когда они переехали в Мемфис? Вы знаете, в общем, конечно, там... Ну, уже застой начался. Как было сказано в нашем знаменитом фильме, Россия не везло на царей. Это мое личное мнение. А здесь тоже немножко не очень, потому что наследники... Может быть, потому что нельзя отказать Эхнатону. Это был самый самовластный из египетских царей. И, конечно, он страну поставил на дыбы. Причем проблемы там серьезные, потому что если с культом Солнца все-таки очень по-египетски, и нормально, что царь – это сын Солнца... Правда, понимаете, здесь есть один очень интересный аспект. Дело все в том, что ведь Солнце – это уже не Бог. Атон – это царствующий царь. Вот это очень любопытно, как это понималось, потому что Эхнатон сначала приказывает уничтожить слово «боги» во множественном числе, что хорошо ложится на вот нами любимую идею монотеизма, но ведь с девятого года правления и слово «бог» тоже изымается. Атон – это царь, его имя ему дается титулатура как царю, вносится в картуши как вот египетское царское имя. То есть в мире есть два сверхцаря – Атон и равный ему, конечно, его сын Эхнатон. Вот это очень любопытно, что он себе об этом думал, и еще более интригующе, что он себе думал о том свете. Потому что… Потому что он думал о том свете. А вот это вопрос, потому что гимны на это не дают никакого ответа. И как вообще без бога Осириса, и как… Царство мертвых. В вечной жизни счастливой. Да. Вот. Вот об этом мы ничего не знаем. Это не сохранилось, или это как бы не развивалась идея? Очень может быть, что этого просто вот и не было, и вот это представить совершенно невозможно. Ну, вообще, это действительно очень трудно представить, потому что во времена, когда сначала было политеистическое общество, потом он вел монотеизм, людям обязательно надо верить в рай. Да, конечно. То есть религия на том и строится, на страхе перед смертью. Конечно, конечно. В этом утешении вот в чем дело. Нет, не на страхе перед смертью, а на том, что… Происходит от страха все-таки от страха перед гибелью. На надежде на вечную жизнь. На вечную жизнь. И хорошую желательно. Да, хорошо. У всех религий существует свой рай, кроме буддизма, где рай – это нирвана. Ну, да. Что тоже, в общем, очень трудно понять, так честно говоря. Ну, нирвана – это кома просто. Да. Разновидность кома. Да, но возвращаясь к древнему Египту, ну, как вообще вот взять и отменить рай? И, кроме того, там были, так сказать, еще некоторые вещи такие довольно трудные, потому что изображение Бога – это только вот этот солнечный шар с лучами, все, никакой мифологии у самого Бога. Антропоморфии никакой. Абсолютно все это. Сначала это немножко было, потом это уходит голая абстракция, голая идея. У этого Бога ни семьи, ни друзей, ну, просто… Сирота. Это было очень тяжело и непереносимо. В этой связи как раз есть смысл упомянуть постоянно бродящую идею о том, что, собственно, Моисей – это и есть наследник Эхнатона, как бы не его какой-нибудь последователь, который в конечном итоге вот вынес… Адаптировал идею. Вынес эту идею туда, где… И пошел в Гикасов. Где уже не было, да, где уже не было преследования, так сказать, воспрявшего жречества, политоистического. И, собственно говоря, вот, наверное, какой-то квази-ответ, может быть, в иудаизме, то есть как они себе представляют загробную жизнь, возможно, что-то оттуда шло. И вот даже, видимо, не просто случайность, что в первоначальных явлениях Бог предстает там постоянно в виде какого-нибудь огня, огненного столба. Облака. Да. То есть вот что-то… Можно это подозревать, во всяком случае, хотя там есть определенная временная все-таки дырка, все-таки это где-то, опять же, 100-150 лет разницы. Ну, развитие религии – это нормально, в общем-то. А вы, что думаете, Ольга, насколько вообще может быть связь между Эхнатоновым и Союзом? Это соблазнительная идея, безусловно, но культ Яхве гораздо примитивнее выглядит. Ну, мы можем сказать, что он, так сказать, в этой дырке утратил… А что мог дикий пастух вынести? Конечно, он понял, что, ой, Бог-то, оказывается, един, а дальше начал думать. Случайно уже он говорит, я вообще-то словом не наделен, говорить не умею. Брат мой умеет, а я вот дурак такой. Но зато воля была у человека. Так, ну а возвращаясь к 18-й династии, вот уехали в Мемфис, какое-то время еще были в силе и продолжали осуществлять контроль. Золото много добыли, бриллиантов, кедрового дерева, опять же. Свинца, серебра, меди. Свинца, серебра, меди. Гиксусов по-прежнему еще шугали. Но вернули политоистическую систему религии в качестве компромисса. Кто тогда был наиболее таким значимым из правителей? При следующей, 19-й династии, это, конечно, Сетти и потом Рамсес II, особенно знаменитый потому, что вот этот человек очень любил ставить памятники себе. Любил ему. Большие. Причем так его сторонники в это включились, что много памятников предшествующих царей были присвоены. Причем порой меня даже поражает, вот у нас есть в Эрмитаже довольно скромная скульптура, эпохи Среднего Царства, один царь, а на плече выбита титулатора Рамсеса II. Ну, вот такую-то малепусечку зачем вообще Маратса было присваивать, мне не очень понятно. Но тем не менее... То есть даже лицо не переделывалось просто... Ну, там канонический портрет, поэтому так, видимо, наверное, они увидели какое-то сходство и решили, что пусть и это будет... Хотя, может быть, это не сам он приказывал, Да, тут кто-то мог бежать впереди паровоза, стараться это легко представить. Мы забыли еще про одно, что все-таки не так просто кончалось 18-е. Конечно, не просто. Что все-таки после Эхнатона все-таки она пошла на оболь, это дворцовые перевороты. Да, безусловно. Ни одного сына. Да, ни одного сына. И от второй, который не титуловано... Тоже. Тоже дочь. Тоже дочь. Соответственно, семь дочерей и ни одного парня на царство. Ну, это уже само по себе предопределяло, в общем, начало конца данной династии. И в этой связи, опять же, есть соблазн просто даже не проиллюстрировать, что ли, а, может быть, усмехнуться над похожестью, что ли, определенных исторических схем, аналогов, да, скажем, с Советским Союзом очень похоже. Был великий период героический, там, захватили половину тогдашнего мира, да, стали самой крупной державой. Потом на этой базе, на базе этого богатства парочка-троечка таких генсеков ни рыбы, ни мяса. Потом, наконец, кто-то вдруг приходит в мысль, что что-то не так. Идет, надо бы реформу устроить, и реформа кончается. Ну, как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда. Это понятно. Здесь в конце была еще одна очень интересная история, потому что связанная вот с Утанхамоном и его женой, а женой его была одна из дочерей, Эхнатона. А Утанхамон, это какая династия? Это конец как раз 18-й. Это как раз один из, там был, Семнихкара, тоже парень с царской кровью, но не сын. И особо ничего. Тоже очень недолго он просидел на троне и такой вот властности, харизмы, мы бы сказали, явно не обладал. Тоже был женат на одной из дочерей, на старшей. Эхнатона. Да. Потом Тутанхамон, опять с царской кровью, несомненно, но не сын. И тоже как-то. И тоже женат на дочери. Зато маска сохранилась. И очень молодым взошел на престол. Очень мальчишкой взошел на престол. Но вот как раз когда он умер, а сейчас вроде опять мумию бедную перетряхнули и доказывают, что, скорее всего, он очень неудачно упал с колесницы, и это положило начало его болезней и смерти, естественной, тем не менее. Так вот, его супруга Анхесин Паатон, она звалась при папе, а тут уже, конечно, стала Анхесин Паамон. Так вот, она проявила характер отца. Потому что она написала хецкому царю. Мой муж умер, сына у меня нет. Вот, пришли мне одного из твоих сыновей, и я сделаю его царем Египта. Хецкий царь так обалдел. Здесь, конечно, хецкая разведка очень дала маху. Он не поверил ей. И написал ей письмо какое-то такое, вот какие-то сопли, что, а где там царь, а что там туда-сюда. И вот она пишет ему второе письмо, уже раздраженное. Я же тебе писала. Мой муж умер, сына у меня нет. Да, ты совсем тупой. И он, наконец, дошло, так сказать. Он послал царевича, но египетская разведка работала хорошо. И встретили царевича не хлебом с солью, а кинжалом на границе. И судьба его, увы, из-за этого произошел конфликт. А бедную вдову, то ли ее женили, на одном из вельмож выдали замуж, то ли вообще непонятно, куда дели, следы ее теряются. Хотя, по моим ощущениям... Вы доволите царшую письмо. Да, да, да. Вот дочь вот этого Эхнатона, вдову Тотанхамона. По моим ощущениям, очень короткий период она правила, потому что есть одно имя в царских списках, в котором можно увидеть ее след. А известно, что в Египте, вот в случае какой-то крайней ситуации, женщина могла быть на троне. И для XVIII династии это премьер Хаджипсут и так далее. Как вы говорили, она не единственная, не первая. Да, не единственная. Хотя здесь не было вот такой... Обычный путь был все-таки при малолетнем царевиче. А здесь этого, видимо, не было. Но это была дочь Эхнатона. Вот, судя по письму, это была в полный рост дочь Эхнатона. Время пролетело удивительно быстро. Были ли более блестящие династии, чем XVIII в Древнем Египте? Ну, конечно. Четвертое. Я имею в виду строители великих пирамид. Нет, я имею в виду уже после XVIII. Ну, про них мы не знаем практически ничего. Не так вот, а невидимых живыми людьми все-таки. Ну, чем ближе к нам. Кое-что, кое-что все-таки можно почувствовать как-то даже по лицам. Или XVIII это все, это уже как бы... Ну, для нового царства. Была еще, в XIX еще встречались вот люди. И там, да, да. Но, конечно, XVIII самое яркое. На этом наша программа подошла к концу. Я благодарю моих гостей за участие в ней. Думаю, что мы еще вернемся к теме Древнего Египта. Но сегодняшний наш разговор закончен. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся через неделю на канале 365, чтобы продолжить наши исторические расследования. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин